Князь И тут все кривые заборы и хамство и грязь И как только вокруг прорастут благородства черты Все я лидер вчерашней мечты и вчерашнего дня Мое место в музее фигур восковых, вот косты Вот медаль и табличка награда настигла меня Князь за кресло и чины я не дрался под красной звездой Я сражался под знаком иным на гражданской войне Но теперь я сижу на миле, я вчерашний герой И, кажется, меня учит юнец, что досадно вдвойне Князь теперь у заборов толчется в грязи полстраны Там открыт балаган, но за ширму нельзя подсмотреть Там стоит джентльмен вышибала и песню войны С кошельком про стакан новый хитрый он холодная ведь И сверкает в ночи уголовно ларечный колондайк Он сверкает шикарным авто, надвигаясь на нас И мерещится мне сквозь окни нам обещанный рай Джентльмен не стреляя, играю свой маленький джаз Как умею Музыка АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, сказать что... Ну, ничего не сказать... Здравствуйте, дорогие наши зрители. Вот уже в девятый раз мы собираемся на этот наш любимый концерт. И каждый год мы стараемся собрать здесь таких людей, таких исполнителей и авторов, чтобы вам всем это было интересно. Ну и, наверное, чтобы это было интересно. Видите, на небесах. Название сегодняшней программы – «Маленький джаз». Так, телефончики, просьба, приглушить, выключить. Оно такое не совсем обязательное. Это вовсе не означает, что здесь все сегодня будут играть джаз. Все будут играть и говорить, и петь то, что Бог на душу положит. На самом деле, вот Витя, я знаю точно, потому что мы этот фильм с ним смотрели вместе на кастролях в городе Воркуте, где в местном клубе был видеосалон. И они похвастались и сказали, у нас такие фильмы. А Витя спросил, а есть у вас фильм «Весь этот джаз?»? И сказали, есть. И он мне говорит, Надя, пойдем посмотрим. Это восхитительный фильм. А на самом деле, название это, я уж точно вам скажу, как переводчик, оно переведено неправильно. Это просто так звучит. И так это звучит в мюзикле «Чикаго». And all that jazz. А на самом деле, это переводится и вся эта дребедень. То есть, по большому счету, весь этот джаз, в общем, вся эта дребедень, замечательная дребедень нашей жизни. Поэтому сегодня мы все будем играть этот джаз так, как мы умеем. Вот я хочу вам прочитать стих, который пришел в этом году. Ну, в прошлом году я еще как-то не отошла от предыдущего. Мне приснился сон. Говорят, на закате не спите, будет плохо потом с головой. И приснился мне Луферов Витя, невредимый, веселый, живой. Подошел, поздоровался просто. Так уж вышло, живой это я. Только был он короткого роста. Раза в два покороче меня. И с беседою невероятной, То ответ, то нежданный вопрос. Мы сидели в кафешке заштатной И смеялись, смеялись до слез. Разбудите меня, растолкайте. Этот сон кто-нибудь растолкуйте. Эту тайну улыбки твоей. Я же помню, как в солнечном марте Слыша пенья бузинных ветвей. Ты когда-то заснул на закате В восхитительной жизни своей. Мы попрощались с Витей десять лет назад. Но, по-моему, не распрощаемся никогда, покуда мы живы. И сегодня я хотела бы попросить Первыми спеть свой маленький джаз Кого-то из двоих закадычных друзей Или Игоря Белого, или Олега Городецкого. Они у меня записаны тут Как сиамские близнецы. Вот. Выходит, Олег? Мы не совсем близнецы, хотя во многом да. Не успел я выйти. А экран нельзя убирать на время поступления? Это будет неудобно, да? Да, да, да. Проще так. Как на паспорт. Ой, мне бы чайки, бы сюда. Или в ментовке. Главное, он ведь где-то был, только я его... С вашего позволения, я начну один. Не сказать, чтобы это джаз. Но, вспоминая Витину... Как бы это сказать... Любовь ко всем жанрам. Главное, чтобы песня была хорошая, А какой там жанр, уже не важно. Вот, буквально пару недель назад На чужие стихи У меня случайно написалась песня Щербакова. Стихи Александра Габриэля, Поэта, живущего в Бостоне. Что говорит о том, что, видимо, В этом году в Бостоне зима была Не сильно лучше нашей. Всесильный бог погоды Много дней, как залил земки Забыл дела, как в школе Первый класс на переменке И скрылся от вопросов Свой заоблачный сираль. Но календарь угрюма, Сказавочившись на стенке, Упрямо утверждает, Что на улице февраль. Давно сугробы выцвели, Давно сошли на кашу. Зима когда-то наша, Все теперь уже не наше. Она сдает позиции легко За пятью пять. От вечера до вечера Заскальзывают в кашель Проклятые гриппозные Плюс два, плюс три, плюс пять Стучат по крышам Градины крупные, как чечевица. Зачем куда-то улетать В такую зиму птица? И здесь неплохо кормят, И не холодно ничуть. В такое время встретиться Труднее, чем проститься. И миражом мелькает Ускользающая суть. А на скамейке замерли Торжественно вороны, И выглядят серьезнее Министра обороны. Распоряжения глупые Бормочут по распев. Зима в твоем оружии Закончились патроны, И ты сама закончишься Начаться не успев. А вот теперь Я выгоден позвать на сцену Своего брата-близнеца. Для Распорта. Да. Как сказал один мой друг Какому-то преподавателю В институте, Когда он внешне чем-то Особенно по тем временам Были похожи, Он, проходя мимо, Случайно не братья, И я сказал, мы даже не близнецы. Ну конечно же, на самом деле Мы братья, близнецы. Нас просто разлучили в детстве. Олега очень жестоко воспитывали. А так мы близнецы, конечно. Следующая песня тоже будет Олега Городецкого. Да. И тоже на чужие стихи. На стихи Сергея Плотова. Еще не готов, нет? Сейчас подстроить чуть-чуть. Я всю жизнь держался, словно герой дефолт, Научился ждать, сохраняя задор и пыл. Я пережил чекистский путь, чип-де-фолт. Я сделал лодку, но никуда не уплыл. Иногда ветерок приносил шум далеких битв. Я дымок ища проглядел горизонт, тадыр. Мне швырял океан обрывки чужих молитв. Я сделал лодку, но никуда не уплыл. Я твердил на том старинь и на том стоял. Но однажды увидел сон, в нем была вода. Очень много лодок, а в лодках мои друзья. Мне махали они, но я не поплыл туда. Август. Осень звал, но негромко так. И в траве надрывался кузнечик, Последний солдат полка. Интроверт. Он и на острове интроверт, Что до лодки пускай лежит просто так пока. Кто написал следующую песню, мы сказать не можем. Потому что вроде как стихи Олега Городецкого, Написанные давно еще, Каком-то лет восемь назад. А потом Игорь их взял и сделал из них свой. В общем, там пришлось переписать каждую строчку. И за одну мелодию написать. Поэтому вот такая песенка получилась. Без названия. Поздним вечером время ушло безнадежно вперед. Твердо знаешь, что ушный автобус уже не придет. Ну а если придет, это будет и твой автобус. На пустой остановке жди, сколько хватит сил. И на плечи тебе скоро кинется век имбецин. Остановит твой глобус. Ты от слова халвара ширеешь у всех на виду. Нынче горькая водка и там на каком-то меню. Но притом не пьянили, не греет, но обжигает. И какие там к матери мята и резида. Вместо чая с лимоном, ромашка и череда. Ты тех не хватает. Вместо чая с лимоном вокруг то ли ты, то ли ты. Отшагающих строем сапог от растоптанных миль. Ты и кто разберет этот новый дурдом на марше? И ведь даже не марш, а какой-то нетрезвый вальс. Покаяние, злодянки, вокзал, чемодан, аус вальс. И под камень не машет. Хочешь сам, не марши, только ты безнадежно отстал. Ты остался, осел, и остыл безнадежный кресал. Тебя бросило время, поскольку ждать не умею. И ушло в темноту, вот теперь, как дурак и столь. Подставляя поземки с ее прошлогодней листвой То свой сад, то свой пень. Вы знаете, кто такие Клезмеры, я надеюсь? Нет. Еврейские музыканты. Еврейские странствующие музыканты. Я бы даже поправил. Еврейские это всегда странствующие. Эта песня называется Клезмерская сюита. И мне здесь понадобится помощь зала. Нужно будет в определенном месте стучать ладонями нужный ритм. Я вот сейчас покажу, как это делается. Там четыре строчки. В первой строчке два раза надо ударить, во второй три. Потом снова два и снова три. И лечить это примерно так. Вот так, да? Запомнили? Это сложно, но вы постарайтесь. Я вас верю. Еще раз. Вот, сейчас хорошо. Смотрите, тут самое главное дождаться, когда музыкальная строчка закончится, потом уже ударить два раза. Давайте еще раз. Вот теперь идеально. А теперь задача усложняется, нужно точно так же, но ударить три раза. Давайте три раза попробуем. Понятно, да? Понятно. Еще раз на всякий случай. Три раза. Ничего, ничего. Вы научитесь к лезуберам. И сразу становится... А вы даже можете постараться. Давайте мы сделаем так, чтобы было проще. Сначала два удара, а потом три. Круто? Круто. Задача усложняется. Там еще третья, четвертая строчка, нужно снова ударить два раза, а потом три. Сейчас попробуем целиком все собрать. Почти хорошо. Помните, что когда звучит музыкальная фраза, не надо стучать, а надо стучать только когда мелодическая эта фраза закончится. А еще там есть место, где кажется, что надо стучать, так вот там этого делать. Чтобы вам было проще, я вот так буду делать, вот так дирижировать фраза. И только вы тогда поймете, где надо стучать этот ритм. Итак, Клезмерская севита. За околицей местечко, как-то летним жарким пол, трое клезмеров бывалых собрались поговорить. И поднялся старший клезмер, из футляра вынул скрипку, положил свечек на струны и сказал примерно так, что, конечно, означает, что за жизнь, идм, сколько можно сидеть без работы, ни свадьб, тебе ни праздников, ни то, что раньше. Помолча не остались, только травы шелестели на ветру, пока не канул в тишину последний звук, И взмахнул своим кларнетом Клезмер юный и кудрявый На доколице и местечко Прозвучал его ответ Ай, дай, 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 дай Что, конечно, означает Весь мир, дядя Мойша Вас послушать можно подумать Люди вообще перестали жениться и увеселиться И опять вокруг все стихло Под палящим летним солнцем Лишь кузнечик на травинке Незаметно стрекотнул И поставил третий клеск Контрабас, как будто вачту И по грифу пробежавшись Подытожил разговор Ай, дай, 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 дай Что, конечно, означает Давайте не будем дрожать, пока зима не пришла Говорил рабе Акива Все, что Господь не делает, все клош Ай, дай, 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 дай Ай, дай, 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 дай Ветерок траву колышет далеко до горизонта Лезверы играют за курицей Бежим послушать никого Лишь птичий щебет в небесах Да стрекотай Но как же эта музыка звучит И сам не знают никого Так играли эти трое За окольцами стечка словно нет На белом свете никого помимо них Только птицы луговые Да гуснички на степлях Да свободный теплый ветер В них и слушали тогда Ай, дай, 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 дай Что, конечно, означает Вы как хотите, Рэд Минахин Но чтоб все враги Израиля Так жили с этими ценами Что у нас тут оходи Поклонились музыканты И сложившие инструменты Разошлись своей дорогой Каждый в сторону свою Кто-то в луков Кто-то в раном Кто-то в пинчу В по тропинке Но как будто снова слышно Над примятой травой Ай, дай, 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 дай Что, конечно, означает Ах, какие там гусиные шкварки И, кстати, наш Ицик Уже подбивает клиньяк Хозяйской дожки Пролетали дни и годы И столетие сменилось И не то, чтобы околется Никаких местечек нет Никого там не осталось Фотографии сгорели Камни в землю погрузились С ними он не точных дат Ах, дай, 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 дай Что, конечно, означает Что же ты шлемазал Опять в каденции Берешь БКР, когда там должен стоять Диев Ай, дай, 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 дай Ветерок траву колышет далеко до горизонта Лезмеры играют за околицей Вижу послушать никого Лишь птичий щебет в небесах до стрекотаний Как же эта музыка звучит И сам не знаю никого Диев, дай, 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 дай Ветерок траву колышет далеко до горизонта Лезмеры играют за околицей Бежут послушать никого Лишь птичий щебет в небесах до стрекотаний Как же эта музыка звучит И сам не знаю никого Это вы закончили свое высказывание? Да Потрясающе Помогли бы еще, говорит Сейчас я хочу вам представить человека Который у нас впервые на луферовских пенях Он так к джазу имеет непосредственное отношение Может быть мы даже что-то такое и услышим Практически аутентичное Замечательный музыкант Кстати сказать, у меня же была идея Эти луферовские пения попробовать сделать по заявкам Но Как это назвать-то? Нечитатели Пользователи Фейсбука Очень вяло реагировали Но тем не менее Вот этот музыкант был Одним из тех, кого просили позвать Павел Аксенов АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер всем Очень приятно Здесь находиться И спасибо Надежде Как-то странно гитария Плывет почему-то Перед этим подстроил Значит сейчас прозвучит песня На стихи Дона Минада Это старенькая песня моя И еще Витя В Санкт-Петербурге На пет-аккорде Значит Мы были в номере И Мне как-то так довелось Что я спел эту песню Ему это очень понравилось И вот Как говорится Спою эту песню Кончался год И мрачные нависли Над миром тьмы И грусть была От факта И от мыслей Что скисли мы Что нет для нас Ни адреса, ни дома Ни старых гнезд Лишь мост И ночь И в безднах водоема Сиянье звезд Что мир жесток И опустела сцена Из Петра Масс А мы сидим Как в сказке Андерсена Как глупый газ И словно ждем Что брухнули стропила Со всех мостов И тяжесть их Нас просто задавила Без лишних слов А все слова В которых выражение Искал наш дух И так уж мы Для самоуглажения Сказали слух И написав И даже Напечатав Огромный том Про нашу жизнь Про тетку Про Саратов Где был наш дом И вспомнив жизнь Пронизанную светом Как лес в грозу Но чем еще Мы можем в мире этом Пролить слезу До Петра Масс До Петра Масс Умолкнули гитары Молчат уста Холодный ветер Дребят мемуары И паспорта Безмолвие Ночь Мосты Граниты Семь Семь Слабит Дух И где-то Джаз Над сказкой Андерсена Хохочет Слух Семь Безмолвие Кукулевича, сонеты Питерога. Что-то тебя волнует. Все хорошо, мы тебя любим. И если плач распахнуть, Можно ветер впустить и обнять. Этот город продут и насквозь, И продрогший навеки на него, И погоду привыкши напрасно пенять, И по осени спять поворачивать темные реки. Если плач распахнут, Но какие плащи в декабре, Когда черная ночь На его мостовые ложится, Когда солнце уже не согреет его на заре, Когда дождь перемешан со снегом И сутками длится. Этот город – местилище нашей устало любви. Нашей вечной, ежесекундной разлуки, Долгих слез не пролить, Не пролитыми руки. Мы приходим прощаться с тобой На вокзалы твои. Но надеемся все же Когда-нибудь снова пройти По твоим плащадям, Даже пусть на исходе пути. Если плач распахнут, Если ветром твоим задохнуться, Может быть, нам издолен, Дозволено будет вернуться. Этот город – местилище нашей устало любви, Нашей вечной, ежесекундной разлуки. Горький слез не пролить Не признать для нас в день руки. Мы приходим прощаться с тобой Мы приходим прощаться На вокзалы твои. Этот город – местилище нашей устало любви, Нашей вечной, ежесекундной разлуки. Горький слез не пролив Не скрестивши в отчаянии руки Мы приходим прощаться с тобой Мы приходим прощаться Мы приходим на вокзалы твои. И если плащ распахнуть, Можно ветер впустить и обнять. Мы приходим прощаться с тобой Мы приходим прощаться с тобой Подмайдник часов, я букал из угла Шагаю господин и сам себе слуга А в доме крепко спят, присяду у окна Как стертый медный горош, блеснет в окне луна Услышу сердце хруст, хруст спелого стручка И снова тишина, хоть заводи сверочка Возьму и заведу, и пусть поет, поет Про старую любовь, что больно сердце жжет Как стертый медный горош, та песенка стара Почти не отличить мне решки от орла Но если стерто все, но если все прошло То отчего скажи, как сердце обожгло Ах, мне и невдомек сверчок, покуда пел Что это уголек из печки отлетел Но вот и хорошо, что не спалил он дом Но все равно сверчок, давай-ка о другом Как только мне вернут свет Я еще что-нибудь скажу Вот когда смотришь эти записи Полное ощущение живого присутствия Видите, это так замечательно Мы вот как-то взяли это за правило И, видимо, это было абсолютно верное решение Хотя оно и лежит на поверхности для того Чтобы он просто физически был здесь Вот каждый год мы подбираем эти записи Слава Богу, их осталось достаточно много За это сразу сказать спасибо Кате Луферовой и Коле Осанову Которые всегда очень так любовно подбирают Эти материалы Слово ближайшему другу Вите Одному из самых старых друзей Владимир Бережков Спасибо Так, работай как-то с... Давай микрофон С микрофоном, да? Сейчас твоей гитарой так будет Вот так я правильно сказал На самом деле, 10 лет, 10 лет прошло А Витя все равно рядом Ну, просто не виделся Ну, и так и не виделся Пока сидел гитарой Шла куда-то Куда нам деваться Печальные стоки Вон дети играют Как люди жестоки Чудным, одиноким Убогим и смутным Везет, если просто В игру не возьмут их Своё государство Законы оравы Жестокие дети По-своему правы Как будто известно Спортивным подросткам Что эти изгои Оплатят им взрослым От детского сада До римского Права И слева орава И справа орава Очкарик сопливый Они тебя вспомнят Ты лет через двадцать Придумаешь бомбу И с ласковым свистом Над миром повиснет Одна из чубных Человеческих истинных И этой игрушкой Жестокие дети Ещё поиграют На будущем свете От детского сада До римского Права И слева орава И справа орава А ты, одинокий Чудак и дороста Как ты отомстишь Им печально и просто О вечной любви Песню выкрикнешь горлом Орава похватит Узволнованным хором От детского сада До римского Права И слева орава И справа орава Так в играх проходит Весёлое детство Мне жалко людей Но им некуда деться Нам некуда деться Печальные истоки И люди играют Как дети Как дети Жестокие От детского сада И с римского Права И слева орава И справа орава Извините меня Ничем я не могу Соответствовать с голосом Так, может, что-нибудь тихое Что это Чтобы не Ну, джазу ты уже дал Можно и тихо Ну, это не джаз, конечно Ну, давайте попробуем Может быть Такая была у меня песня Про одиннадцатый год Одиннадцатый год Двадцатого века Это мне рассказывал Мой отец Как мой дед Вёз его Они плыли через Москва По Бабьегородскому рынку И Моему отцу было, значит Сколько? Три года Бог дал нам дом И много лет Москва реку И крыльский брод И крыльский брод Плывут, плывут Отец и дед Москва Одиннадцатый год И кеманку вижу И храм Христа Это птицы летят С воробьёвых гор Родилась уже В облаках вода Что бежит из рук моих До сих пор Но копытом вьё И сучит хвосток И лукавит лысый Усатый век Он разрушит мой Материнский дом Матсовский Я ищу в Москве И плывут, и плывут Мой отец и дед Как старая эта лодочка Как старая Отражаются У пола в воде Но она утекла Из Москвы вчера Мне Домбровский мученик и пророк, но цыгами грешник и человек, рассказал, что встретил, мотая срок в лагерях Христа, что был взят в Москве. Говорил Христос о любви и взлет, но кричал распни его наш народ, не рассеяться нам бы по всей земле, до такого колена наш грех пойдет. Я и сам с этой властью пил на двоих, моя кровь с похмелья течет с трудом. Удержи наши души в руках твоих, я тебе благодарен за этот дом. И плывут, и плывут мой отец и дед на ту сторону по Москва реке. И воскресный день, и весенний свет, но весло не видно мне, в чьей руке. Так оставь нам такую дни есть Москву, нашу память и дом наш намного легкого. Вот стоит мой сын на Крымском мосту и в руках его проездной билет. О, дал нам дом и блок колец, Москва реку и Крымский брод. Потом плывут, 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 атец и дед и Москва, от зимы на сихо и кло. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, приходите... Это же дело известное. Скажешь 5 минут, человек будет выступать в 8. Я никогда так и делал. Скажешь 8, выступят все 15. Реклама, ребят. Вдруг 13 числа кто-то будет свободен и захочет прийти на мой концерт. Библиотека Жуковского в 7 часов. 12 марта. Библиотека Жуковского. Извините за рекламу. Да, очень большое. Все придем. Есть такой закон восприятия, он как бы из кухни артистической, что публику лучше не докормить, чем перекормить. Потому что в следующий раз могут не прийти. Итак, наши гости. Москвичи уже полгода. Волгоградские. Замечательные музыканты. Семейный дуэт. Жанна Попова и Игорь Букаев. Добрый вечер. Я вас здесь жду, когда нам будут говорить, что москвичи уже год, москвичи уже два года. Ну, мы ждем этого момента. Ну, мы, да, уезжать не собираемся, не дождитесь. Во-первых, спасибо за приглашение на этот замечательный концерт. И оттуда, с юга, мы слышали, что эти фестивали луферовские проходят. И вот я имела честь побывать на одном из них, когда это было в Думе Башметов. Замечательный совершенно. Это, значит, я внесу ясность. У нас есть две точки в году. Концерт луферовские пения и двухдневный фестиваль луфпарад, который проходит осенью. Вот ты про него сказала. Да. Ну, на самом деле, это родственные мероприятия. Мы их никоим образом не разделяем. У нас даже сегодня будет такая перекличка с этим фестивалем. Да, мы вас слушаем. Ты хотела рассказать про деревце. Да, ну, вот про деревце, которое посвящено Виктору Луферову, посажено в его память. Это, на самом деле, правда, спонтанно возникло. Вообще, Волгоград, наверное, мы уже слышали, да, это уже близко к Калмыкии. И он славится своими степями, своими казачьими степями. Но мы любим свой город и, естественно, стараемся его как-то озеленять, да, чтобы он был цветущий, красивый. И несколько лет назад, сейчас точно не помню, может быть, года четыре назад, в самом центре города, в месте, которое называется Комсомольский сад, у одного человека возникла идея посадить дубки, молодые саженцы, и каждое дерево посвятить кому-либо. Ну, там, не знаю, дубок добра, дубок семьи такой-то. И друзья наши, барды волгоградские, которые любят творчество Виктора Луферова, они сказали, давайте посадим один дуб, который, назовем его именем. И вот этот дубок уже растет несколько лет в этом Комсомольском саду. Так что, когда будете на Лугограде, зайдите, увидите там табличку и небольшое деревце, которое посвящено этому замечательному человеку. И, соответственно, песня про наши казачьи степи с названием «Казачья». Весна, любовь, в общем, все в этой песне сплелось. Весна, любовь, в общем, все в этой песне сплелось. Весна, любовь, в общем, все в этой песне сплелось. Под звездами в степной глуши, Под копытами степь стелит ковы, Стынет ком, водилове, тишину. Лебедь белая, не таясь, плыви, Сокол тронет лишь тебя в окну. Одну растенет ночью путь На всю реки длину, И очень где-то в путье Он тонул в батарею. За бой захлебтонул тазак, Сгорая от огня До белых в огненных глазах, Что сбросили в стольнях. Знали только руки, Да друг конь буланный, Как вдали в разлуке, Встречи ждал желанной, Как сквозь ветры несся До знакомой дверцы. Знали только версты, Знало только сердце. Пусть не знают это чудо В глазах, Что как звезды сверху тают слеза, И руках, что как пушинка легка, Тоньше и до стри клинка. Гон не сродовал дум и тревог, Жизнь и смерть, да слишком близко Живут. В Рим ведет не так уж много дорог, Остальные так сердцам ведут. В станице спали тешили, С ночь падала за дом, И запах утра вешний плыл С распужинных садов. А в мире черт добро творил, И был чертовский прав, Так он с ногой зорьку пил губами, К ним припал. Знало только зорька на закате счастья, Как под утро горько, Как под утро горько к жизни возвращаться, К осве крови в банке, К мужу недоумку, К жизненную знанку знала только внука. А в мире черт добро творил, И был чертовский прав, Так он сладой зорьку пил губами, Не припал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мой самый главный человек, Смени со мной на этот снег, Он чист как то, о чем молчу, О чем сказать хочу. Кто мне любовь твою принес, Наверно, добрый Дед Мороз, Когда в окно с тобой смотрю, Я снег благодарю. А снег идёт, а снег идёт, И всё мерцает и плывёт За то, что ты в моей судьбе, Спасибо снег тебе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое. Спасибо. Экран. Катя, а ты не хочешь что-то сказать предварительно об этой работе? Или она всё скажет сама за себя? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, если не подумала, тогда просто смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Кеннер Кеннер Желтый кеннер В клетке выставленной на балкон Этот кретин Этот сумасшедший кеннер Что на такой высоте делает он? Клетка 20 сантиметров на 30 Еще на 30 270 потолок 5 шагов вправо-влево 3 Одного этого Достаточно, чтоб застрелиться Ведь прутья железный кеннер вокруг посмотри Кеннер Желтый кеннер В клетке выставленной на балкон Что он делает На такой высоте Вероятно Бухгалтер Город под ним Как конторские счеты И с утра и до вечера Он по проспектам гоняет костяшки машин Город под ним Как конторские счеты И с утра и до вечера Он по проспектам гоняет костяшки машин Кеннер, желтый кеннер Вокруг свободные воровьи и вороны Жалкий песневый кеннер В восемь утра поющий свой номер коронный Город под ним, как конторские счеты Но может быть он не бухгалтер, а музыкант И по проспектам машины Тургат как лоты и затихает музыка, когда догорает закат Кеннер, желтый кеннер Это ты во всем виноват Музыкант ты или бухгалтер Или клеточный акробат Кеннер, ты ни то, ни другое, ни третье Ты уличный продавец дешевых сладких рулат Ты будешь убить скрасить жертку варька в своей камере клетки Заложник в жестокой разборке двух уличных банд Кеннер Желтый кеннер Желтый кеннер, желтый болван Ты мне надоел своим перьям, как дьявол Ты мне надоел своим перьям, как дьявол Я сижу на балконе среди телефонов и белых ван В желтом доме, закутавшись желтое одеяло Я сижу на балконе среди телефонов и белых ван В желтом доме, закутавшись желтое одеяло Кеннер Жёлтый, жёлтый! Кремер, кремер! Выставленный! Молокон, молокон! Что он? Что он? Что он? Что он? Что он? Что он? Что он там? Кремер! Что? Что? Кремер! Да он, бит! Опа! Это было авторское прочтение Витиной песни про Жёлтого Кеннера Кате Луферова и Коле Осановой. Им спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте отдохнём минут семь-десять и продолжим. Иван, пусть пора. И если мы ещё как-то более-менее держимся в рамках близких, к авторской песне, то Луфт Парад не ставит это во главу угла. Там во главе угла высочайшая планка исполнительства в первую очередь. И поэтому туда приезжают, вот уже третий год подряд, приезжают и в основном из Санкт-Петербурга музыканты, композиторы поистине мирового уровня. И московские тоже. И площадка выбрана не случайно одна из лучших концертных площадок Москвы именно для академической музыки. Это Башмет-центр. И каждый год там бывают какие-то совершенно замечательные сюрпризы. Вот, например, в 17-м году там выступал дуэт гитаристов Владимир Гапонцев, кстати, тоже выходец из Волгограда. А второй... Катя, помнишь фамилию второго? Анатолий Изотов. 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 Да, совершенно верно. И они вдвоем играли потрясающую совершенно фантазию из баллад Луферова, которая перемежалась и Альбенисом, и Альбинонией. В общем, замечательно совершенно. А вот в прошлом году для меня самым большим потрясением, да не только для меня, было то, что прозвучало в финале. И хотя это был последний второй день, финал второго дня, когда все уже были усталые. Это работа музыкантов из театра Елены Камбуровой, театра музыки и поэзии. А к Елене Камбуровой ведь имеет самое непосредственное отношение после того, как он закончил отделение джазовой гитары в институте имени Внесиных. Это было его, как я понимаю, распределение. Он пошел работать с Леной, ездил с ней на гастроли, они были добрыми друзьями, она о нем всегда с огромной любовью вспоминает. И вот эти музыканты сделали, если я не ошибаюсь, там было три баллады, мы думали-думали и выбрали вот эту, где Витя не поет, а читает свое стихотворение о птице городе, а музыканты играют. Давайте вместе с вами посмотрим, как это было. Исчезновение птицы города пройдет свет на причину исчезновения Атлантиды. Сенсация, сенсация! Он умер на моих руках, старик единственным и чудом усыпавшийся. Светилось изумление и страх в его глазах, и ртом обугленным он все шептал. Я видел город улетающий, я видел город улетающий. Я любил смотреть на звезды. Но вонючись эти улицы мне опутали глаза, словно я им певчий зяблик, чтобы в клетке жить и зябнуть. Эти люди так глупые, если в горло намели мне пыль слов и улиц пыль. Заковали, заковали, словно пойманную птицу, посадили меня в клетку из асфальта и из стали. И пытались чьи-то руки обязательно видеть в душу, словно не хватало сновом высосанных из подушки. Лепуты, пьяные сплетники, мной воспользовавшись как лестницы, все повыше влезть пытались. Все ходили, все доктали, мои крылья примеряли, мои крылья примеряли. Я не мог мириться с этим, я прощался только к гению из-за родства наших душ, как любил я их Гарину. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я видел город летающий, и ормались улицы, как нитки, и лопали нас дома, как семечки под прессом неба из морей. И я один в живых остался, в какой-то илярке, и запоснавшись, я все же видел край глаза, и вот у них небо льдинка летающая. Огромный город улетающий. 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 Это аранжировка Вячеслава Ахмедзянова. По-моему, очень угадана Витина интонация. Мы сегодня еще услышим ближе к финалу еще одну аранжировку. Витя вообще на самом деле об этом мечтал. Ему очень хотелось, чтобы... Вы же помните, да, сколько песен своих он заканчивал словами музыка, вселенская музыка, оркестр, лондонский филармонический оркестр и так далее. Вот я сейчас, прежде чем предоставить слово следующему выступающему, я вам расскажу одну маленькую историю. Она имеет отношение, ну если не к джазу, то к рок-н-роллу. Может, я и рассказывала ее когда-то. В общем, мы были зимой с 88-го на 89-й год, может, и был январь или февраль, в таком городе Салавати. Это в Башкирии. Это одни из наших первых гастролей были первокруговских. Вот. И там тоже был, и как и в Воркуте, там был свой такой киновидеоклуб. И мне сразу стало интересно, а что же у них есть из музыки? Они говорят, вот такие, вот такие вот концерты. Ой, а так мечталось, так даже ни у кого еще не было своих видеомагнитофонов. Вот. Они говорят, и Led Zeppelin у нас есть, значит, и концерт Deep Purple есть. Ну, в общем, пошли мы смотреть. Вот. Ну, в каком-то небольшом зале, на экране, значит, это все происходило. Вот. Посмотрели мы Led Zeppelin, The Song Remains the Same, а потом был концерт Deep Purple где-то на каком-то стадионе, там, где, ну, начиналось так в сумерках, а потом начала сгущаться полная темнота. А тут надо сказать, что почему-то на всех концертах, а там у нас их было 4-6, что ли, Луферов вот выбрал свою программу и жестко шел по своей программе. Он на всех сборных концертах пел Деревушка, Кувшин Зеленый и Муха-мухенька. Вот. И в какой-то момент концерта Deep Purple Йен Гиллан на сцене начинает отмахиваться от мотыльков, таких ночных, которые слетаются на эти, свет софитов. Вот. Да, и он, значит, отмахивается, а рядом со мной Капгер сидит, не даст соврать. Я говорю, Вовка, мне сейчас кажется, что он мухеньку запоет. Не запел? Нет, вот он как раз, вот тут-то он как раз и произнес сакраментальную фразу по-английски. О, значит, о, какая надоедливая муха. Все-таки вот пробился Луферов. Ну, в общем, Луферов долго не мог наблюдать за чужим успехом, как их там принимают. Он в итоге выскочил на сцену, исполнил какой-то дикарский совершенно танец и сказал, мне бы такую аппаратуру, да я бы уже землю перевернул. Владимир Капгер. Интересная история. Еще обязан сказать... Ну, так ведь он и перевернул бы. Конечно, конечно. Это без вопросов. Обязан сказать, Олег Мирзаян звонил, просил извиниться, что он в состоянии самочувствия не сможет себе подъехать. Вот, на всем передомал привет. Поздравление, попросил попросить прощения у всех, как и я прошу вас. Напишу тебя. Да, а Витя Луфер рассказывал некоторые истории, которые говорил мне, комментирую так, никому никогда не рассказываю. Ну, теперь, наверное, можно уже кое-какие из них рассказать. И они самый большой изнуток. Вот мы продолжение. Маленькое, короткое. Ехали в такси, за ним по Садовым кольцу, обсуждали какой-то очередной спектакль, там сценарий. А Витя, заводной такой человек. Вот надо так вот хорошо быть, чтобы было много, много всего, народу много, реквизита, чтобы было много, оркестры, чтобы были в разных составах. А шофер сидит за рулем, так, знаете, держится, оглядывается со страхом немножко этого человека. Я говорю, ну, а конечная цель какая-то? Ты ходишь, наверное, Лужники в студию. Он говорит, нет, нет, тебе скажу одному. Я хочу, чтобы вся Москва, вся Москва принимала участие в спектакле, чтобы люди в костюмах вышли на балкон, чтобы все друг друга видели. Шофер сидит, держится. Только никому не говори. Теперь уже можно. Ладно, что попало, да, парень? Витя, всем учитель. Вот и сыграна главная роль У меня весело славный король Но заказан мне вход демских ворот Позабыл я треклятый пароль Пряные ночи густеет вино Я в Париж разбиваю окно Там Талис, Антенни, Монмар, Трагни Там виденья толпятся тесно Битый час озарения жду Стылый май в Люксембургском саду Капаликады, карета, слепительный свет Меж теней, словно тени я бреду И кукарета всегда превращается Вот и со мной моя сказка прощается Грустно, когда обрекаются в плоть пиражи Я вью безжалостный, обезоруженный я тает Шансу на волшебное кружево Горько, брат, у Парижа, Антрен, расскажи Но в Парижем держу я Париж Не парит Нотр-Данте Париж Как веков монолит, полноценный царит Скальным гребнем в объятиях царит И гудит негасимый пожар Я Париж, мой предлудный клошар Но гармония смерти, слава, стихи мер И бессмертная гибнет душа Красотой ледяною слепя Ты чаруешь и губишь любя Но меня отпусти, если можешь, прости Я не умер, увидев тебя Замок ваш, колокин ваша высочества Гулка вдвойне на полу одиночества Бедное сердце мое разрывает ляму Небо в алмазах над сеною кружат, зальется С небес невозможная музыка Словно последнюю песню поет Азнавур Небо в алмазах над сеною кружат, зальется С небес невозможная музыка Это последнюю песню поет Азнавур С небес невозможная музыка Здравствуй, Бруклинский мост Вот я вижу твой призрак печальный Сколько раз выплывал ты С модередений моих Здравствуй, Бруклинский мост Вот так встреча, а я уж не чаял Сколько зим, сколько лет шли мы к этому Здравствуй, старик Я приду, как во сне Над стенцовой волною истривр Ты дрожишь, как стрела, что зависла между берегов Но иллюзии уже нет Понял я, что не стану счастливей Даже если пройду до конца Все две тысячи четыреста тридцать шагов Здравствуй, Бруклинский мост За победной тропой суицида В нашей памяти глупой Под небо возносишь сады Вот стою в полный рост Но отсюда и дема не видно И лететь до Гудзона На запад Две русских версты В предзакатных лучах Громоздится в полнеба Манхэттен Плавинея парится лоб на гор Снеговая грина На гранитных плечах Будет небо еркать до рассвета Давно уж блаженная ночь Не приходит сюда Строен пьяных домов Выстрекается фатамаргана Воспаленным кружением Слепящим бессонных огней Только голос сочтон Хриплым воем ветров океана Только плачет в ночи Над несчастной жизнью моей Полететь не успев В край, где солнце встает на рассвете Мне теперь уж в век не взойти Под ощатой тропе Только скорбный напев Только горный орел на монете Это все, что могу я Оставить на память тебе Здравствуй, бруклинский мозг Один из любимых авторов Видите, Александр Левин Не в первый раз На лукеровских пениях Но мы всегда с радостью его встречаем И любим, и любим Такого больше нет Это точно Такого больше нет Хочу поставить Гитару Гитару Чуть-чуть пониже Длительный промежуток Обнулившаяся погода Серое время суток Грязного времени года Срочно помойте нам улицу Скорее включите солнце Чтобы от света жмуриться Чтобы петь, а не ссориться Так мы вскричали однажды Вроде бы поздним утром А может быть ранним вечером Разобрать было трудно И даже не молча, но громко А тихо, но вслух вскричали И кто-то как бы услышал И как бы принял заявку В эту же ночь дороги Засыпало чистым и белым А поутру и солнце Врубили на полную мощность И мы, выходя из дома И след оставляя первый На белом мягком скрипучем Тихо, но вслух подумали Просили, и было нам дадено А то, отворено там, где стукнуто Выдано то, что прошено И что там по тексту далее А далее шли по белому И слушали, как трезвонят С чувством выполненного долга Крещенские колокола И потом целых две недели Нам было светло и скрипуче Пока мы ходили и думали О чем бы еще попросить Немножко отвлечемся от погоды Сны А не Ладно, смыть стихотворение Сначала Весь этот темный, мерцающий мир Где сочетаются утро и вечер Пятый этаж и подземный сортир Жаркий покой и пронзительный ветер Вся эта призрачная лабуда Странные мысли и драные вещи Плавно отчаливают в никуда В долгий, невспоминаемый ящик Где перемешаны ночи и дни Скомканы чувства, испутаны нити Но иногда оживают они В новом порядке, в искусственном свете Вынешь два слова И снова волна вдаль понесет Словно лодку качая Теплые тапочки тихо скучают На берегу беспокойного сна На берегу беспокойного сна В теплые тапочки ноги вставляют Сходишь на берег и гасит волна Смутные тени нездешнего края Сходишь на берег и гасит волна Смутные тени нездешнего края Бродишь по дому, качаясь слегка Как морячок, подвыкший от суши Морок уходит, уходит тоска Шум за спиной, тише и глуши Морок уходит, уходит тоска Шум за спиной, тише и глуши Не остается ни смыслов, ни слов И ни единого четкого синюнка Либо тесня и мерцание снов Утро сгибает в кофейной машинке Либо тесня и мерцание снов Утро сгибает в кофейной машинке Саша, сколько наградейшие! Это потрясающе! Тут есть программка Вот если попросишь после После, да, после Она тебе скажет, нельзя Нет, я не то, что не скажу, нельзя Я бы тоже Сашу слушала вечно Просто он сам что-то задумал И, возможно, эта песня просто к этому не лепится Главное, не клеится Она склеится Ладно, я все-таки спою Конечно Свидетель Это странная история У меня этот текст не окончен Лежал с 99-го года Потом я его в 16-м году взял Там еще несколько строчек дописал Все сложилось и даже песню сделал Называется «Свидетель» Я видел, как ушел усталый терапевт Я видел, как упал последний лист зеленый И как от пустоты внезапной осмелев Спустился к нам хирург Крылатый и неученый Я видел, как над ним Сомкнулась мелья Как выступила ртуть Из глаз его вороньих Как треснула башва Огромная сторона И дымом завело Своих и посторонних Я видел, как ушел Единственный язык Которым говорить Как пить или смеяться Как обратилась в дым Премудрость старых книг И победителям пришла пора сдаваться И он воскликнул Кар И дрогнула земля И выступила Русь В поход на печенега И сорвалась звезда С погашего Кремля Под натиском ворон Спускающихся с неба И сорвалась звезда С погашего Кремля Под натиском ворон Спускающихся с неба Аплодисменты 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 Вроде не холодные Но страшные И темные Нас поступила Милостиво Высшая инстанция Для апреля Выделена Теплая Каденция Выйдешь Утром Вечером По насущным Надобностям Поглядишь Заслушаешься Позабудешь Что-нибудь Где она Инспекция Где она Милиция По небу Летится Птица Осенница В руки Не дается Девица Сестрица Целый День Поется Целый День Свистится И другие Прочие Иные Всякие Музыки Подыгрывают Скачут Да Подпрыгивают Воробей Наяривает На своем Насвистывает Голубись Голубую Полечку Выписывают Ведь все На великах Роликах И шариках Шарики За ролики И светло До вечера Вот я Как птица По небу Летится Я По земле Ходится Я Плачет Не грустится Я Странная Позиция Странная Эмоция Плачет Не грустится Я Песеньку споет. А он вот тут есть. Я учитывал такую возможность. Так. Это Равебы, это нет. Вот Благовещение. Да, есть правда. Все взял. Я, правда, ее специально не репетировал. Могу ложануть. Благовещение с картины Леонардо да Винчи. Чёрный, вспененный гербалий, плащ неведомого цвета. Невозможного оттенка. Страшный ангел с доброй вестью, преклонив одну коленку, приподняв одну ладошку. Девочка уже большая, даже муж, хотя и старый. И нисколько не боится, совершенно не боится. Нужно будет распашонку, одеяльце и пеленки, две бутылочки, кастрюльку. Нужно будет погремушку, чашку, ложку, полотенце, сандалеты и колготки. Не забыть купить присыпку, соску, кубики и мячик, формочки, совок, машинку. Что ещё? Ещё рубашек, книжек зимнюю, одежду, шапку, тёплые ботинки. Нет, велосипед не надо, нужно сумку, нужно палку, масло, ладан или миро. Нужен саван, ты запомнишь, нужен саван, ты запомнишь, я запомню, всё запомню. Страшный ангел с доброй вестью постепенно улетает. Чёрный вспененный гербарий постепенно остаётся. Страшный ангел с доброй вестью постепенно улетает. Чёрный вспененный гербарий постепенно остаётся. Спасибо. Браво, браво! Я сейчас вспомнила, когда мы впервые услышали эту песню, вот уж трудно сказать, какой, но было это в кухне у Кати и Вити. Мы были там в компании. По-моему, это тогда, когда приезжал фантастический такой американский человек, забыла, как его звали, который решил писать диссертацию об авторской песне. Он сюда приехал как музыковед, должен был заниматься музыкой для театра или что-то в этом духе. И вот, как он сам рассказывал, он великолепно говорил по-русски. Это было с ним в Санкт-Петербурге. И он попал в компанию, где пели, если я не ошибаюсь, Высоцкого. Все пели Высоцкого. И, как он говорит, я был совершенно пьяный, и вдруг вышел в коридор, направляясь в туалет, и по пути туда я все понял. И на следующий день он звонил в свой университет и сказал своей научной руководительнице о том, что он резко меняет направление своего научного труда и будет писать об авторской песне. Вот. И вот именно тогда-то вот это все не случилось. Никогда не вспоминала, сейчас вдруг вот вспомнила. Написал? Он, думаю, да. Я думаю, Катя-то точно скажет, как его звали. Полипитер. Ты все неправильно рассказала. Он просто, он... Ну вот тебе раз. Я так запомнила. В следующий день в Ахмелье, в Муланке, в Сортире, он вдруг ощутил такое счастье, которое он никогда в жизни не ощущал. А после этого... Ну это близко, по-моему, достаточно. Там и там замечен Сортир. Ну... Он написал, А коридоры выводят на швец, как и сказал Владимир Семенович. Тоннель. Вот. Симпотеки. Не вернется. Так, ну что ж, мы движемся дальше. Так, разговорчики в строю. Что я хотела сказать. Дело в том, что Витя, он же был такой неуемный. Ну то есть вот он мечтал об оркестрах на определенном этапе, когда оркестра не было. А ведь было время, когда оркестр был. И он играл, только мы этого... Ну то есть я, например, не слышал. А вот, Володчик, а ты, например, видел о Сенебре, Жемьем? Да, конечно. Он же называл на концерты на свои? Это были в 50-е годы первый, значит, рок-ансабль собрал Витя Луферов. И вот... Первый в авторской песне. В авторской песне или, может быть, вообще у нас. Не знаю. Это было совершенно невероятно. Они пели потрясающе. Пели Висоцкого, пели Луферова. Пели, значит, еще какие-то вещи. Но, правда, половина концерта, проходила, так сказать, это была... Настройки. Да, настройка инструментов, потому что все было самодельное. Но потом зато, как звучало парус, ворвали... Это было что-то невероятное. Вот я сама, честно говоря, не знаю, что мы увидим. Катя-то с Колей, наверное, видели, а я-то нет. По идее, у нас вот еще один из людей, которых просили пригласить, если будет концерт по заявкам, это Володя Черков. Как я понимаю, он в этой витиной группе осенебри, он был младший, самый младший. Но он присутствовать не смог, а прислал вот материал, который я сейчас тоже буду смотреть с большим интересом вместе с вами. С 67-го года по 70-е я создал уникальный по задачам и составу в те годы ансамбль. Значит, ну, в Москве, могу сказать, я был среди тех первых, кто с электричеством имел дело. Значит, у меня были... Ну, в Москве были распространены бит-группы. Это называлось тогда не рок-группы, бит-группы. И Битлзи это тоже была бит-группа. В Москве были в основном такие пробитловские группы, то есть три электрогитары ударные, иногда орган добавлялся. Я к этому составу, к электричеству добавил еще две скрипки, виолончель и кларнет. Мы первые и единственные на долгое время, кто в таком составе с электричеством исполнял, аранжировали, исполняли песни самых разных бардов. Это был в программе Акуджава Ким Высоцкий Навелла Матвеева Клячкин на стихи Бродского в первую очередь. Ну и несколько моих песен. У меня их тогда было не так уж много. Акуджава на стихи Матвеев 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 Ха Не на того напали. Витька взялся высвистывать партии Гобоя. К решению этой задачи он подошел весьма добросовестно и немало преуспел в этом казалось бы безнадежном деле. Матвеев 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 В то время у нас в репертуаре было порядка 15 песен. Для многих прослушивание такого объема звуковых сигналов в весьма посредственном качестве было бы просто пыткой. Но одну из них все же хочется процитировать. И вот почему. Эту песню Луферов показал на известном семинаре в «Петушках», прошедшем в мае 1967 года. Это было примерно за 4 месяца до создания группы «Осенебри». В процессе подготовки передачи для Барт-радио я связался с Сергеем Чесноковым. Вот он в центре фотографии, слева Луферов, а справа за языком пламени угадывается и физиономия вашей покорной услуги. От Сергея я узнал, что, цитирую, «Свободу и оригинальность образов» песни «Девочка-деревца» отметил Александр Галич. Вот Александр Аркадьевич вальяжно покоривает в компании с Юлием Кимом. А мимо проходят, скорее всего, Луферов. Так мы решили с Катей, независимо друг от друга, когда увидели это фото. Слушаем песню. КОНЕЦ 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 Замахнусь буквально еще на одну минуту. Вашего драгоценного внимания. Думаю, оно того стоит. Наше выступление в Питерском Востоке имело оглушительный успех, что и вдохновило Луферова произнести слова, под которыми и сегодня подпишутся многие любители авторской песни. Этими словами, справедливость которых Луферов будет доказывать в течение всей своей творческой жизни, мы и завершаем наш короткий экскурс в тот далекий 1969 год. Сейчас в паузе просто хочется сказать, что кажется каждому, кто сидит в зале, ясно, скажем, такая вещь, что вопрос о том, что эта самодеятельная песня играется на трех аккордах, что в ней нет музыки, это фальш и ложь. И лишь глухой и слепой может это утверждать. То есть здесь есть музыка, но просто все привыкли слушать под гитару. А если взять какую-нибудь эстрадную песню, исполнять под гитару, тогда мне будет ни слов, ни музыки, вообще ничего себе. Спасибо. Если еще, у нас тут песня еще и без гитары вообще. Без слух. Без слух. Как у меня в последние годы. Так, надо приготовить заранее. Что удивительно, я всю жизнь мечтала петь джаз, и свела меня судьба три года назад с джазовым пианистом, но он ведь мне не дает это делать. Он говорит, человек должен делать то, что он делает лучше всех. А что он не делает лучше всех, он делать не должен. Вот я вам спою с таким черновым аккомпанементом. У нас альбом наш новый до субботы. Он пока еще в работе. Там будут талуферовская мечта. Живые струнные. И много всякого разного. Мы вот его доводим, доводим, доводим. А это запись с репети... Ну, не репетиция, а... Ну, такая черновая. Тут только клавиши Александра Махнева и контрабас Даши Шор. Песня называется «Сад». Ночью ее листкой при плодной луне Выйти со мной, помолчать в тишине Видишь, как тянется к облаку сад Слышишь, как взреет во тьме виноград Ты ничего не рассказывай мне Сядем поближе на старой скамье Скрипнет тоска посреди тишины Звук донесет Тишина до луны Плакать пора и смеяться пора Мы на скамейке Со снём до утра Радость Свернется скрипичным ключом Солнечный зайчик За правым плечом Субтитры создавал DimaTorzok Своими словами С ним С до сих пор Коваряло И мелкий воздух И облест Прибрежной воды Тупишь Меслоган У меня была секретная запись Извините Это запись с репетицией Это что, как там было Никому Только никому Никому не говори Только никому не говорите Что вы слышали запись с репетиции Своими словами Со мной С давних пор Говорят И небо И воздух И блуд 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 Прибрежной воды То песни Слагают То громом И ветром Тволят И радости Знаки И знаки Грядущей Беды Залютные птицы Далекого лета Концы Дожди Проливные Палящий Полуден Резной Цветок И пчела В облачках Разноцветной Пыльцы Все то, что коснется меня Остается со мной Пускай не птичка, не бабочка, не стрекоза Пускай не птичка, не бабочка, не стрекоза Таксо Пускай не птичка, не стрекоза На ранней заре Незвоной гузнечика В жаркой Высокой траве Сейчас ко мне подойдет Володя Кабгер И я вам еще кое-что расскажу И мы кое-что покажем вместе А Кабгер, конечно Ну что, был Ну поищите его кто-нибудь Ну ладно, пока он идет Я вам буду рассказывать Значит, некоторое время назад Это точно была поздняя осень Ноябрь, точно Ноябрь прошлого года Мне один мой фейсбучный знакомый Прислал ссылочку И написал Надя Загляните сюда Мне кажется, это может вам показаться интересно И я Профессиональный переводчик Однажды пытавшийся перевести песни Витя Луфера Он мне даже такой заказ давал Перевести его песни на английский язык Но я перевела две строчки Песни и танцы новоявленного матроса И на этом сломалась А то, что я увидела Меня просто потрясло до глубины души И обрадовало Как глоток шампанского Это были и есть Кабгер нашелся? Давайте как еще Дедушка Мороз Снегурочка 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 Вот Это были переводы Нескольких песен Луфера Трех, четырех Будь добрый, пожалуйста Возьми со столика Мне проще самой взять Все винные закрыли вокруг Вот ты, оказывается Чем там занимался Сегодня последний день Так вот Это были переводы Нескольких песен Витя Луферова На английский язык Причем уж вы поверьте мне Я могу оценить Перевод стихов Особенно С родного языка На неродной Человека, который не является Белинговой Насколько мне известно Это фантастика Тем более, что это И поэтически сделано И поэтически это сделано Безупречно И сохранено Все, что есть Все, что есть Витяных текстах И вот мы сейчас вам Покажем В таких В кусочках Некую такую Композицию По Одной Очень известной песне Я думаю Ну, если не на английском То на русском Вы точно начнете Подливать А я вам потом Представлю переводчика Он здесь присутствует Она верни Когда чадитель Догорает Свеча за дружеским столом И кажется Треск этой свечки Разбудит весь Уснувший дом Невольно Умолкают все Как будто уговор Такой Спроси любого В этот час В этот миг Ты что молчишь Махнет рукой The candle stub is melting down And everyone forgets his line And every verb has lost its noun And it's too late to reassign They are related No doubt It comes that No one's big surprise The flow of words That goes around The burning can That shrinks inside Когда вдруг Свидимся Другая Не в половину Или в треть Свеча нам будет Молодая Высокий плавень А это нас не пожалела Чего же нам Ее жалеть Автор перевода Юлия Фридман Давайте ей помог Спасибо, что пришла Она невероятно стеснительна Я уверена, что она бы спела Это все сама Ну, а мы возвращаемся К экрану Сейчас будет Вторая вещь Которую я сегодня Уж совсем не рискнул петь Есть у меня такая вещь Скрипит земля Как старый дирижанс Это кода Вот Ну, как бы Предполагается кода В рок-опе этой В новой седневой каре Я прочту просто слова Попробую прочесть Помощнее только Потому что Такие Тектонические Ударки Скрипит земля Как старый дирижанс Скрипит земля Как старый дирижанс Скрипит земля И млечный путь И млечный путь Теряется вдали А волны бремени Так звездом Боросят нас То спрячут нас Надежно Вголубь земли Скрипит земля Как старый дирижанс Как странно все Что было, есть И будет И не понять Финал звучит сейчас Или грустнейшую Грустнейшую я слышу Из природей И подповедный Грохот кораблей Когда звезда Под лучая Близка Все так же люди Мучают людей И карты путает Нечестного Нечестного Рука Я встретил В жизни Тысячи Людей Но дружбой Лишь с теми я Гордился Кто вместо Чёрстый Чёрстый Злостен С добротой И вместо Подлости Кто с честностью Водился Кто всей душой Борял За этот мир Кто простудился На всемирном Сквозняке Кто в ясный день Чтобы рассмотреть Людей Прошёл по улицам С фонариком В руке Уйду навек Останется Огонь Которым Может лишь Душа Согреться Придут другие С новой тьмой В глазах Но и другие С новым светом В сердце Так да ему Бог Или кто-то там Иной Достроить Корабли Или что-то там Иное Дай Бог Незнатен Разрушительной Тоски Но главное Не ведать им Покоя Скрипит земля Как старый Дирижанс И млечный путь Теряется Вдали А волны Времени То к звёздам Бросят Нас То спрячет нас Надёжно В клуб Земли Скрипит земля Как старый Дирижанс И млечный путь Теряется Вдали Скрипит земля Как старый Дирижанс А волны Вреды Теряется СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я хотела попросить Катю, скажи, пожалуйста, чья это аранжировка? Аранжировка посвящается композитора Владимира Николаевича. Она присутствует в главном университете. Понятно. Спасибо огромное. Вот таким образом завершился наш очередной концерт, посвященный Вите. Девятые луферовские пени. Спасибо вам огромное, что вы приходите, потому что без вас это все не имело бы никакого смысла. Спасибо вам, спасибо всем участникам. До следующего года мы снова зажжем. Пару слов благодарности Гипериону за приют, Женечке Ландсберг за чай и кофе, Игорю Белому как хозяину этого пространства. Мы ведь третий год уже здесь, а долго скитались. И отдельное спасибо Леве Кузнецову за прекрасный звук. АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо нам звонили.